Вряд ли сегодняшние продукты или другие вещи, которые вы можете увидеть в магазинах, смогут кого-то удивить. Тем более сложно представить, как выглядели всем привычные вещи, скажем, 50 или 100 лет назад. Но небольшой спойлер, они выглядели совершенно иначе. Сегодня мы как раз и попробуем это вспомнить. На этой картине 17 века, написанной итальянским художником Натюрмориста, можно увидеть арбуз, который отличается от современных. Его внутренности имеют пихревые формы, встроенные в 6 треугольных кусочков, схожих на куски пирога. Судя по всему, со временем люди добились создания арбуза с красной, сочной мякотью. Некоторые считают, что этот арбуз на картине просто не дозрел или испортился. Но черные семена доказывают, что он спелый, и значит, такие арбузы были раньше. Омар раньше добывался в таком количестве, что использовался в качестве удобрений, приманки для рыбы или в пищу беднякам. Нынче это деликатес, и люди готовят омара для исключительных случаев. Однако ранее его презрительно называли морским тараканом, и им кормили заключенных, рабов и подмастерьев, чтобы сэкономить деньги. Эх, были времена. За последние 50 лет курица изменилась до неузнаваемости. Средний двухмесячный цыпленок 50 лет назад весил около 1 килограмма. Сейчас же цыпленок-бройлер весит уже более 4. Конечно, это связано с питанием и добавками, и неизвестно, что лучше, больше мяса или меньше пищевых добавок. Предполагается, что первые бананы были выращены около 7 тысяч лет назад. Современные бананы произошли от двух разновидностей диких – банан-заостренный и банан-бальбиса, у которых были большие семена. Гибрид двух разновидностей бананов привел к созданию вкусного плода, который мы имеем сегодня, с его изогнутой формой и легко очищающейся кожурой. В сравнении со своим предком, современный банан более мелкий, вкусный и насыщенный полезными элементами. Изобретатель джинсов Левай Страус был эмигрантом из Баварии в США в 1850-х годах. В то время шахтеры искали прочные и долговечные рабочие штаны. С помощью портного Штраус сделал такие брюки из грубого холста, окрашенного в синий цвет, и они стали довольно востребованными среди рабочих. Около сотни лет джинсы оставались основным товаром для рабочего класса. Но в начале 60-х годов мятежная молодежь начала включать их в свой гардероб. Морковь начали выращивать еще в 10 веке в Персии и Малой Азии. Тогда плод выглядел как настоящий корень, тонкий и пронизанный множеством ответвлений. Что касается оттенка, он долгое время оставался фиолетовым. С годами этот пигмент исчез, и морковь стала оранжевой. Фермеры одомашнили тонкие серо-фиолетовые корневища, получив вкусный и красивый овощ. Кстати, раньше морковь отличалась резким запахом, чего в наше время не встретишь. Первое упоминание о суши относится ко второму веку в Китае. В те времена также рыбу клали на рис, который сохранял ее свежий в течение некоторого времени. Затем рыбу съедали, а рис просто выбрасывали. Так как это было дешевле, чем покупка свежей рыбы каждый день, такой метод сохранения вскоре стал популярным. Что вы первое думаете о персиках? Сладкий фрукт, тающий во рту? А вот в древнем Китае у людей было совершенно другое представление. Тогда персики отличались солоноватым вкусом и небольшим размером, примерно с вишню. Современные персики на 27% сочнее и на 4% слаще, чем дикий фрукт. А вы хотели бы попробовать персик размером с вишню? В процессе эволюции баклажаны много раз меняли форму и оттенок. В истории известны и белые, и желтые, и даже голубые баклажаны. Кстати, одни из наиболее ранних сортов овоща выращивались в Китае. Дикий баклажан по незнанию можно принять за небольшую ягоду. Небольшие круглые плоды, напоминающие помидоры, со временем приняли продолговатую форму. Продолжение следует...